Не хлебом единым. Учёные доказали пользу молочки. Исследования опубликовали в американском медицинском журнале. Экспериментальные группы создали в 21 стране. Собрали более 147 тысяч человек разного возраста и статуса. Организаторы узнали привычки и истории болезни участников. Наблюдения растянулись на 9 лет. К выбору питания всегда необходимо подходить осознанно, потому что мы есть то, что мы едим. И на самом деле, молоко – это первоисточник пищи, который мы получаем при рождении. Молоко богато витаминами, богато ферментами, богато также кальцием. Треть участников страдали от повышенного давления, низкого уровня полезного холестерина. Жиров и глюкозы, наоборот, было слишком много. Результаты исследований оправдали надежды учёных. Молоко, сыр, творог, йогурт в рационе критической группы снизили риск ухудшения здоровья на 24%. И за дня в день люди съедали по две порции полезных продуктов. Впрочем, бобруйчане тоже охотно лакомятся дарами от бурёнки. Мы любим кефир, мы любим молоко. Чаще всего мы пьём кефир, потому что мама иногда бывает, нарезает укропчика и лука, и туда кефирчика 2 литра. Мы этот салатик съедаем весь, за день. Молоко, ну только 1,5%. Моя семья употребляет молоко, это наш в ежедневной рационе молоко. Значит, молоко мы берём 3,2 жирности, сметана 26. Полностью здоровые участники также получили пользу. Шансы стать диабетиком, гипертоником или забить сосуды уменьшились на 10-12%. Учёные обратили внимание, молочка должна быть натуральной и с высокой жирностью. За раз достаточно съедать 120 граммов творога, около 20 граммов сыра, упаковку йогурта или выпивать стакан молока. В условиях пандемии медик рекомендует тщательно следить за своим питанием, выбирать полезные продукты, есть больше сезонных овощей и фруктов. Это поможет укрепить иммунитет. Людмила Любинцева, Владимир Гребеневич. Итоги недели.